Таня готова. Встречаем Татьяну. Всем привет. Сегодня мы поговорим немного о сканировании безопасности, тестировании безопасности. Сегодня эта тема уже не раз встречалась, собственно, в обсуждении. Мы поговорим теперь немного углубленно, но не очень, потому что я посвящаю этот доклад, эту информацию тем людям, которые забивают на тестирование безопасности. Итак. Раз, два. А как его переключить? Хьюстон. Нет, не работает. Да. Ну, в общем, меня зовут Таня. Вот. У меня очень много имен. Я работаю в GitLab, и в GitLab я занимаюсь, я работаю в команде Security, и мы занимаемся разработками для безопасности. И я очень люблю собак, и, собственно, это было каким-то драйвером для написания этого доклада, потому что я могла часами просиживать и смотреть фотографии собачек вместо того, чтобы писать слайды. Немножко, что такое security scanning. Это, собственно, один из инструментов, которые используются в прикладной или application security в безопасности компьютерных приложений. Это всего-навсего инструмент, и, собственно, application security — это большая часть такой отрасли знаний, как информационная безопасность. Отрасль, которая появилась за много лет, тысяч лет раньше, чем появились компьютеры, потому что информацию защищать надо было абсолютно всегда. Вот. Начиная от Прометея и, как бы, не заканчивая. Что такое безопасность приложений? Целью безопасности приложений является обезоруживание угроз, которые могут провести какие-то атаки, воспользоваться вашими уязвимостями и завладеть какими-то ценностями. И этими ценностями являются ваши данные. От фотографий на Google диске, состояние вашего счета до, не знаю, рецепта борща в каких-то заметках. Разберем это все с помощью небольшой истории. Жила-была программистка Алиса, и она написала сайт для своего друга Боба. И все у них было прекрасно, пока не появилась Труди, которая решила завладеть информацией, провела атаку и, собственно, взломала сайт. Все плохо. Но нет. Алиса обращается к специалисту по информационной безопасности Волтеру. И, собственно, Волтер, так как он не просто пес, но еще и специалист, он обладает большим набором инструментов, которые позволяют ему помочь и, собственно, все исправить. Что же ему помогает? Во-первых, он опирается на знания мирового сообщества. Есть такая штука, как список известных слабостей программ. Ну, я так ее переведу. Собственно, это такая большая структурированная база данных всех возможных уязвимостей, ну, слабостей, которые могут быть, абстрактных, которые могут быть. Например, у нас есть группа Injection, и в ней могут быть SQL Injection. Собственно, дальше этот список используется для построения списка известных уязвимостей. То есть уже известных конкретных уязвимостей, которые встречаются в разных программах и языках. Например, у нас может быть Ruby 2.5.1, и мы можем узнать все уязвимости, которые были в этой версии Ruby. Он очень широко используется, является стандартом. И, в принципе, этот ID-шник CVE вы можете увидеть практически везде, если вы работаете с безопасностью. Если мы пытаемся уязвимость пофиксить, что нам важно знать? Какую информацию мы хотим получить от сканера? В первую очередь, что же это за уязвимость? Ее имя, описание, ее ID-шник, которым является, собственно, CVE или CVE, неважно. Место, где, собственно, эта уязвимость встречается. То есть в зависимости от типа сканера это место может быть разным. Насколько критично эта уязвимость? Надо ли нам бросать все прямо сейчас или подождет до понедельника? И последнее, это мета-вопрос. Насколько мы сами уверены, что наш сканер сработал правильно, и эта уязвимость найдена, она является действительно уязвимостью. И движемся к сканерам. Собственно, те ошибки, которые мы можем отследить, их можно разделить на три типа. И первый тип, первый уровень – это ошибки, которые в проект вносят сами разработчики. Что же мы можем использовать для этого? Первое – это статическое тестирование безопасности. Это тестирование методом белого ящика, когда мы просто прогоняем код сквозь анализатор, он находит какие-то уязвимости, нам об этом говорит. Как вы понимаете, такая технология, такой инструмент, он технологически зависим. То есть для Ruby, Django, Python и Elixir это все будет абсолютно разное. Это будут разные инструменты. Что мы можем предложить для рельсы Ruby? Есть такое комьюнити Avasp. Это большое open-source комьюнити, которое занимается безопасностью. Вот они составляют разные рекомендации, делают разные инструменты. Собственно, что они предлагают для Ruby-сообщества? Для рельсы это Breakman. Это джем, который широко используется. Он активно обновляется, то есть им можно пользоваться, можно и нужно. И для Ruby они рекомендуют CodeSakeDown. И, честно говоря, даже не знаю, потому что в последний раз этот джем обновлялся года 2-4, поэтому вряд ли им стоит пользоваться. От SAS движемся к DUST. DUST это динамическое сканирование. Оно не зависит от технологий, которые используются в приложении. Тестирование проводится методом живых атак на какой-то сервер, на review, app, staging или, возможно, даже на prod. То есть посылаются какие-то запросы, мы проверяем, что наши endpoints, они уязвимы или нет. И, собственно, мы получаем к концу список. В данном случае положение уязвимости это как раз будет этот endpoint. Единственный инструмент, который я могу здесь посоветовать, это ZAP Proxy. Это ZAttackProxyProject, опять все тот же Avasp. Open-сорсный, в общем, берите пользу. То есть, что еще у нас, какие могут быть сканеры на этом уровне ошибок? Ну, прежде всего, наверное, какой-нибудь статический анализатор того, что не вылил кто-то какие-то секреты в код. И AST это интерактивное тестирование, которое совмещает с собой немного с AST и DUST. И мы имеем возможность получить не только endpoint, который уязвим, но еще место в коде, в котором, собственно, эта уязвимость возникает. И phasing это тестирование методом бомбления просто endpoint'ов разной информации для того, чтобы узнать, насколько они хорошо отвечают на наши ошибки. Но, собственно, я не могу посоветовать никаких сканеров в данной отрасли, потому что я не знаю. Собственно, если еще продолжая тему уязвимостей на этом уровне, все тот же AST предлагает список наиболее распространенных 10 уязвимостей в рельсах. И, в принципе, большая часть из них, ну, это стандартные вещи, как CSRF, XSS, Injection и так далее. Все эти вещи можно, в принципе, легко пофиксить с помощью SAST и DUST. Движемся дальше. И на следующем уровне у нас ошибки, которые внесли разработчики программ, но не мы. И, собственно, в данном случае нам поможет сканирование зависимостей. Это часть композитного анализа приложений, и оно довольно-таки важное, но с подковыркой. Вернемся к нашей истории. Собственно, Волтер пофиксил все ошибки, которые в код внесла Алиса. Но трудно знает о том, что Алиса пользуется библиотекой, которую написала Хэйди. А Хэйди внесла в свою библиотеку некоторую уязвимость. И из-за этого приложение Алиса все еще небезопасно. Говорят о том, что опенсорсные библиотеки, пакеты, они более безопасны только потому, что все видят код, и все могут его пофиксить. Но не всегда это работает. Например, Shellshock уязвимость была пофиксена только через 22 года после того, как была внедрена. И, собственно, не всегда хорошо, если какие-то уязвимости попали в код просто так, потому что кто-то недосмотрел. А если кто-то их внес туда с какой-то злой целью, такое тоже бывает. Какие могут быть инструменты для фикшена данного типа уязвимостей? Например, опять-таки, Avast, Ptu, Dependency Check, коммерческие проекты с Nick.io и Gymnasium, который стал частью GitLab. Ну вот, Dependency Check, он, собственно, опенсорсный, бесплатный. На третьем уровне у нас ошибки, которые уже, на самом деле, как бы к коду отношения не имеют. Все мы очень любим Docker, собственно, контейнеризируем свои приложения, но есть небольшая проблема того, что мы можем строить наши имиджи на каких-то уязвимых библиотеках, программах. И поэтому, собственно, наши контейнеры, они тоже могут быть уязвимы. Их тоже надо сканировать для того, чтобы они не могли повредить нашим программам. Ну, тут не очень много инструментов, которыми можно воспользоваться. Но вот Клэр, он работает, и Docker Trusted Registry тоже, наверное, работает. И, как бы, вернемся к нашим главным героям. И, собственно, Волтер пофиксил все проблемы. Переложение безопасно. Труди больше не может получить доступ к информации. Все счастливы. Но нет. Дело в том, что Волтер не работает на Алису 24 на 7. Он пофиксил все и ушел. А Алиса продолжает писать код. И это означает, что она может внести новые ошибки в свою программу. И это же означает, что их кому-то придется фиксить. Поэтому ключ к безопасности приложений — это регулярные и постоянные обновления, сканирования, тестирования безопасности. Важно внедрить в проверку на безопасность ваш цикл реализации программ. И на этом месте хочется поговорить, хочется, наверное, задать вопрос. Зачем это вообще надо? Надо ли кому? Стоит ли сейчас вместо автопати бежать и добавлять security scanning в ваш DevOps-процесс? Простой, конечно, ответ — нет, потому что можно подождать до понедельника. Но на самом деле, да, очень часто программисты забивают на сканирование безопасности, потому что это область знаний, которая требует определенных навыков, какого-то понимания вещей, и не всегда она есть. И, опять-таки, это довольно дорого, и люди оставляют это на последний момент. На момент, когда уже, в принципе, поздно. Также проблема со сканированием заключается в том, что часто у людей нет знаний и нет денег. Но, собственно, появляется куча разных проектов, которые позволяют хотя бы с первой проблемой бороться. Собственно, этим же мы и занимаемся в GitLab. Мы разрабатываем инструменты, которые объединят все сканеры в одну утилиту, которая сразу же будет внедрена в DevOps-цикл приложения. Эта туза должна быть помощь, она не может заменить security-аналитика, но она может быть хорошим подспорьем или, в принципе, помочь разработчикам, если это какой-то небольшой проект. Также мы работаем над функционалом по автоисправлению ошибок, и это, как по мне, очень круто. Что у нас есть? У нас есть security-дашборд, который аккумулирует всю информацию об ошибках и помогает аналитикам понять, насколько в динамике, и как, собственно, движется процесс справления ошибок. Внедряются... То есть все продукты, которые мы поставляем, они внедряются с помощью... как плагины в CI-конфиг. Достаточно скопировать директиву, которую, например, на экране для SAST. Она есть в GitLab документации. Вы просто ее копируете, вставляете в CI-конфиг, и все, собственно, у вас есть SAST-сканирование в вашем приложении. Внедряется... И это внедряется прямо на уровне merge request-ов. То есть уже на уровне merge request-ов вы имеете возможность проверить, что ваш код, он безопасен. И какие есть сканеры? Ну, в принципе, те, о которых я сегодня говорила, плюс еще есть license management. Это тулза, которая позволяет проверить, что вы не нарушаете лицензионное соглашение ваших зависимостей. Но это абсолютно не все. Этот список, он пополняется очень быстро. Мы очень быстро расширяемся. И, в принципе, я думаю, в скором-скором будущем можно ожидать появления новых сканеров и новых дополнительных питч. На этом у меня все. Спасибо всем большое. Если вы хотите подписаться, вам понравились собачки, подпишитесь на них в инстаграме. Вот, вопросы. Да. Адам. Вы в GitLab используете этот инструмент? Ну, да. Я так понял, что это инструмент для клиентов ваших, да? Ну, смотрите, в GitLab мы пользуемся GitLab. То есть он у нас даже на .com хранится, поэтому, когда он лежит, мы тоже страдаем. Мы полностью абсолютно пользуемся всеми инструментами, которые сами разрабатываем. И второй вопрос. Как много в Security Issues вы нашли с помощью этого инструмента в GitLab? Честно вам не скажу, потому что я… Есть там вообще какие-то, о чем похвалиться? Не, ну, их находили, но их исправлением занимается другая команда. То есть в данном случае нашими клиентами внутри GitLab является другая команда, которая, собственно, занимается именно Security. И я помню, что когда эта фича внедрялась, там им пришлось немножко поработать. Классно. Большое спасибо за доклад. GitLab – отличный продукт. Значит, у меня есть замечание маленькое, наверное, и вопрос. Вот там я видел замечательный слайд. Он был… Приключить? Не, не стоит. Он имел какое-то другое название, но это стандартный слайд. У вас в топ-10 уязвимости. Значит, и я вот услышал после этого слайда фразу о том, что вот сканеры закрывают практически все уязвимости. Я вот тут хотел бы внести маленькую-маленькую корректировочку, да? Потому что, во-первых, ЦВЕ уязвимости – это еще далеко не все уязвимости, которые существуют на день сегодняшний, да? То есть это не для вас, конечно, корректировка, а для сообщества. Потому что я уверен, что вы это прекрасно знаете. Не стоит просто чувствовать себя в безопасности, поскольку ЦВЕ – это уже описанные уязвимости, в которых, в общем-то, люди определенное количество времени поковырялись, и, в общем-то, они опубликованы. Есть уязвимости нулевого дня. И, значит, все проблемы безопасности нельзя решить просто сканерами самого кода. Есть ошибки инфраструктуры, есть ошибки построения периметра безопасности и так далее, и так далее. Значит, вопрос следующий. Мы сегодня говорили о сканерах кода как такового, да? Но на день сегодняшний все чаще появляются такие решения, как, допустим, базы уязвимостей для неких сущностей, которые не являются просто кодом, как таковым, либо программой, а, например, контейнеры. У нас все чаще возникают ситуации, когда мы можем сделать подложный контейнер, кинуть на него ссылочку и получить результат инсталляшки этого контейнера на многих-многих инфраструктурах, получить доступ и так далее, и так далее. То же самое, скажем, с образами и все остальное. Наверное, было бы классно, если бы сканеры работали не только по базам уязвимостей кода, но и по базам уязвимостей других сущностей, которые мы используем в своем процессе в GitLab. Собственно, это, наверное, вопросы и предложения. Спасибо. Если есть у вас что-то по этому поводу сказать, я буду еще. Ну, по поводу, да, наверное, тогда я тоже сделала ремарку о том, что, да, сканеры, они не защищают от всех уязвимостей. И это как бы один инструмент. То есть он не защищает от всех проблем, которые возникают в компьютерной безопасности. Плюс, то есть это же, то есть то, что я рассказывала по поводу вот библиотек, в которых может быть встроена какая-то уязвимость намеренно. То есть не факт, что она, эта библиотека сразу же появится в какой-то базе данных. Понятно, что, то есть какой-то промежуток времени никто не в безопасности, это, ну, проблема. А по поводу того, чтобы добавить фич в GitLab, ну, хорошо, я передам, но, во-первых, в принципе, есть ищутрекер, и каждый человек может, everyone can contribute, это как бы слоган GitLab, поэтому, в принципе, если у вас идеи, будем рады, если вы добавите нам ищу, и будем, перенесем дискуссию туда. Дима, о чем ты говоришь вообще насчет CVE, это еще не все уязвимости, если у нас ДРСЗИ считает, что топ-10 у вас бы закрыли, значит, ты уже вообще охеренно секьюрный. Ну, в общем-то. Еще вопрос, я, может, пропустил там в докладе. Какие эти языки программирования поддерживаются для сканирования? Для SAST, Ruby, Python, Scala, Java, Go. Так. А, да, JavaScript. Буквально в этом релизе его добавили. Ну, то есть того, что я помню. Да, да. По-моему, да, C++ есть точно. Вот. По поводу dependency scanning, не помню, там чуть меньше. Все. Спасибо, Таня. Тут у нас такая топовая история случилась. В соседнем помещении проходит реальная медитация. Поэтому у нас сейчас перерыв, но если вы видите потерявшихся людей, отправляйте их вот тут-вот туда. Вот. Все. Спасибо.